Это новая резиденция в Москве, резиденция фонда MaxArt. Это наш первый проект в программе резиденции, мы планируем их несколько. И это очень важный для нас этап, запуск такого первого пространства. Мы объявляли open call на три недели, и потом экспертный совет из главных лиц арт-сообщества, музеи, галереи, институты, выбирали пять авторов. Заявок было подано более трехсот, и это был действительно непростой отбор. Каждого автора выбирали очень, так сказать, с боем, если честно. Обращали внимание, чтобы были разные художники, чтобы были разные техники, в которых они работают. В какой-то степени, чтобы они дополняли друг друга, чтобы процесс нахождения здесь был для каждого неким стимулом движения вперед. Потому что в резиденции очень важна среда, в которую попадают авторы. Они не разрозненно работают, а бок о бок в своем пространстве. И здесь также в резиденции мы проводим культурную программу. У нас для художников спланированы лекции по современной философии. Здравствуйте! Меня зовут Андрей Бергер. И я работаю здесь в резиденции резиденции. Основной фокусом моего работа – это город и отношения между гражданами, между транспортом, между разных сторонами и идеями внутри города. Я люблю думать об этом городе как целый организм, который связан с людьми внутри. Также я люблю идея, как, как фликеры между другими дворами, между диджитой и физикой. И во время этого фликера, я думаю, что работа может применять какие-то характеристики. Моя основная среда – это металл и пластик. И я сделаю сложные объекты из этого. Наш проект, который мы делаем в резиденции, состоит из двух частей. Это скульптурная группа и звук. Ну, на самом деле, в целом, это такая общая инсталляция, которую я делаю вместе с другим художником Павлом Гражданским. И, собственно, в своей практике я работаю со скульптурой, а Павел работает с видео, звуком и текстами. И вот в нашей такой коллаборации это наш уже не первый опыт совместной работы. Но, тем не менее, нам нравится этот опыт как возможность создавать именно такое пространственное решение проекта, потому что и звук, и скульптура работают с пространством. И тема проекта посвящена тревожности, зажимам и тому, как мы можем смотреть на эту тему, пережив карантинное время, как это отражается в нашем теле. И скульптуры, которые я планирую создавать, как раз таки направлены на это взаимодействие. Они в своей форме, с одной стороны, отражают какие-то телесные образы, но, с другой стороны, отражают какие-то механизмы либо инструменты для расслабления. И буквально зрители могут зажиматься и расслабляться внутри этих скульптур. То есть такая идея. А звук, который обволакивает все это пространство для условного расслабления, является звуком, построенным на звучании сирен тревоги. Но этот звук интерпретирован в такое медитативное звучание, на котором и строится, на контрасте которого и строится наш проект. То есть постоянный контраст того, как мы можем воспринимать информацию, как эта информация нагнетается, вызывает тревогу, какие инструменты есть для расслабления этой ситуации, этих зажимов как в теле, так и в каких-то социальных взаимодействиях. Каждый заехал со своим проектом, и все ребята работают с разными медиа, поэтому им интересно друг с другом общаться и делиться опытом. В нашей резиденции нет полностью открытого пространства, и у каждого есть своя мастерская, поэтому это идеальное получилось сочетание между тем, чтобы обмениваться опытом и работать вместе, и при этом у каждого было свое личное пространство, где он может сконцентрироваться на своем проекте. А уже во время общих событий, во время публичной программы, во время лекций они все могут вместе сотворить что-то новое. Я подалась с проектом, который связан с темой славянских богинь и строит мостик с современностью, потому что те силы, к которым обращались наши предки, они никуда не ушли. Мы это видим в том же инстаграме. Я читала всю литературу, делала исследования по поводу того, какие богини были, как их представляли, что вообще это было в славянстве, но я решила подойти к этому с другой стороны, поскольку я ченнеллер, человек, который может связываться с тонким миром. Я с помощью своего канала захожу и смотрю, как эта сила хочет себя представить. Получаю эскиз, потом получаю от нее ритуал, который выглядит как перформанс, я сняла его на видео. Ритуал соединения с этой энергией. То есть это будет картина, будет видео. Еще я делаю комнаты из этих картин. Это то, что я начала еще до резиденции, это мой основной проект, который я буду делать много лет, когда я беру и расширяю энергию работы, поскольку у меня еще образование дизайнера интерьера. То есть я рисую другую картину, которая представляет свою комнату, используя композицию не художественную, а то, как строят интерьер дизайнеры. Использую там коллекционные всякие предметы. Мне очень нравится работать с коллекционным дизайном. Вообще это история прикладного искусства, что от нее сейчас ушли, но мне кажется, оно всегда было прикладное на самом деле. И эти комнаты, это же не просто картины. Как художник, да, я могу их выставлять, но на самом деле я хочу сделать настоящие такие комнаты. Чтобы люди приходили в них и находились там, находясь в поле работы. Вот это моя большая цель. Меня зовут Манчонский Кирилл. Я занимаюсь вышивкой и валянием шерсти. Я создаю веселые, яркие работы, используя традиционные материалы. Это вышивка и шерсть. Комбинирую советские ткани и новые. Какие-то, короче, как кутюрья. Я создаю серию работ, которых объединяет юмор, что-то забавное, что-то из детства. Мои работы вызывают у людей ностальгические эмоции, желание потрогать, потому что это очень приятный тактильный материал. Часто они анекдотические, какие-то смешные ситуации на них происходят. И, в принципе, это можно было изобразить в другой технике, карандашом, например. Но я использую очень тяжелый и трудоемкий материал и трачу на это очень много времени. Поехали. 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 Поехали.